Сколько человек сегодня у нас лечите? Планируется 75. За течением курса лучевой терапии у пациентов ординатор Никита Щелев следит ежедневно. Сейчас юноша в процессе второго года обучения в ординатуре по направлению онкология. Впоследствии планирует пройти обучение по специальности лучевого терапевта. Все чаще встречается звук качественного образования, особенно они сейчас молодеют, диагностика сейчас растет. Проблемы очень актуальны. Естественно, помощь пациентам таким нужна, и для этого нужны соответствующие специалисты. Местом работы молодого врача станет Пермский краевой онкологический диспансер. Именно от этого учреждения юноша проходил обучение по целевому набору в медицинском вузе. На сегодняшний день эта система обучения востребована как у медицинских организаций, так и у студентов. Количество целевых наборов для обучения ежегодно растет. Последние годы мы получаем по 10, 12, 6 мест, 13 мест. И вот с 2016 года мы подготовили 32 ординатора. Это врачи уже в высшей квалификации. Профориентация – это одна из целей программы обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, реализуемой в рамках нацпроекта здравоохранения, инициированного президентом Владимиром Путиным. Вопросу кадрового дефицита в медицине краевые власти уделяют особое внимание. Нужно сделать все мотивационные механизмы и принятия для того, чтобы молодые люди шли в здравоохранение, поступали в медицинские вузы, в наши базовые медицинские колледжи, другие колледжи. Для этого мы увеличиваем контрольные цифры приема, для этого мы предусматриваем по 120 миллионов рублей в течение трех лет. Благодаря сотрудничеству Краевого Минздрава и Пермского медицинского госуниверситета, медучреждения региона получают молодых квалифицированных специалистов. В этом году у нас было 185 мест выделено в ординатуру, из них 181 место целевое. Для восполнения того кадрового дефицита, который существует, одна надежда на целевое обучение и на то, что наши выпускники будут исполнять свои обязательства. Так, в следующем году в Прикамье выпустится 12 ординаторов по профилю онкология, 5 из которых в рамках целевого набора пойдут работать в Краевой онкодиспансер.